А вы в курсе, что температура морской воды уже выше 20 градусов? Температура воздуха Тоже поднимается все выше и выше день от дня. И не секрет, что именно высокая температура и повышенная влажность, чего в Сочи предостаточно, это почти идеальные условия для размножения вирусов и бактерий. Они, попадая в организм человека, вызывают различные заболевания, в том числе очень даже серьезные. Как обезопасить себя и своих близких от сезонных инфекций, попытаемся разобраться сегодня. Сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе инфекционной больницы номер 2 Сергей Замятин. Сергей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ну, лето уже началось. На городских пляжах масса отдыхающих. По оценке экспертов, в этом году Сочи должны посетить больше 6 миллионов туристов, даже 6 миллионов 300 тысяч человек. И большинство, конечно, поедет в Сочи летом, поедут с семьями, в том числе и с детьми. И, как мне кажется, для врачей-инфекционистов начнется горячая пора. Так всегда, традиционно. Так ли это, по вашему мнению? Да, действительно. Лето – самая горячая пора для инфекционной больницы. В работе инфекционистов, в работе врачей-педиатров, прежде всего, и взрослых. Потому что вся инфекционная заболеваемость носит… Ну, не вся, но преимущественно носит… Сезонный характер. Сезонный, да. Носит сезонный характер. Мы имеем зимний сезон, сезон подъема заболеваемости ОРВИ и летний сезон. И сезон подъема заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Ну, кто наш основной враг? Это немытые руки, немытые фрукты, просроченные продукты. Многие грешат на морскую воду, называя ее рассадником различных инфекций. Вот что больше всего подводит организм человека? Ну, я считаю, что самым главным врагом являемся мы сами для себя. То, что мы не соблюдаем простейшие санитарные правила. Простейшие правила гигиены, которые нас учили в детстве. Мы забываем мыть руки. Мы едим иногда просроченные продукты. Продукты, которые хранятся неправильно, куплены в магазине, хранятся неправильно. Мы едим, и наши гости, к сожалению, тоже едят на пляже. Какие могут быть условия гигиенические при еде на пляже? Продукция хранится на солнце, продукция портится, продукция естся детьми, немытыми руками и так далее. Поэтому враг мы сами. Значит, наши службы СЭС, Роспотребнадзор следят за состоянием морской воды, за функционированием кафе, прибрежных кафе, кафе в городе. Проводятся постоянные рейды, берутся пробы и так далее. Все это контролируется. Поэтому самое главное помнить о самых простых правилах гигиены. И тогда будет все более-менее нормально. Ну как проявляет себя кишечная инфекция чаще всего? Когда нужно бить тревогу и уже не ждать, что пройдет само или подействует какая-то таблетка из домашней аптечки? Когда стоит уже бежать к врачу и бить во все колокола? Ну смотрите, кишечные инфекции болеют как взрослые, так и дети. И хотя симптомы, они достаточно однотипны, в большинстве случаев, бывают, конечно, и разные варианты течения, но в большинстве случаев, 90% случаев симптомы однотипны. Это повышение температуры, это рвота и это диарея. Ну или в народе говорят понос. Значит, эти классические отряды симптомов, когда нужно беспокоиться? Прежде всего нужно беспокоиться родителям маленьких детей, детей до года. И при любом проявлении, даже легком проявлении такой инфекции, обращаться как минимум к педиатру, либо в инфекционную больницу. Взрослым людям, прежде всего, стоит обратить внимание на такой момент. Может ли сам человек восстановить ту потерю воды, которая происходит у него в связи с болезнью? Если он выпивает достаточное количество воды, то есть физиологическую свою потребность, плюс те патологические потери, которые происходят, он чувствует себя хорошо, у него нет выраженной слабости, он может передвигаться и так далее. И самое главное, у него сохраняется диурез, тогда он может продолжать лечение амбулаторно и так далее. Но если симптомы таковы, что он не справляется с заболеванием, вот тогда уже нужно обращаться как минимум в стационар. Потому что самое главное – это восстановление того, что мы называем водно-электролитным балансом. Когда он восстановлен, тогда не стоит беспокоиться. Когда мы теряем правильность водно-электролитного баланса, вот тогда нам уже приходят на помощь врачи, медработники, которые оказывают соответствующую квалифицированную помощь. То есть самолечением все-таки не советуете заниматься? Лучше в любом случае обращаться к специалисту? В любом случае, и специалист определит, амбулаторно можно лечиться, либо необходимо лечение в условиях стационара. Здесь, да, учитывая, что бывают осложнения, особенно у маленьких детей, я еще раз это подчеркну, здесь не стоит заниматься самолечением. В любом случае надо обращаться к специалисту. Ну, хотелось бы отметить, что сегодня людей, которые болеют какими-то инфекционными заболеваниями, которых застал такой недуг, лечат в абсолютно новых условиях в городе Сочи. Хочу напомнить нашим телезрителям, что в 2012 году инфекционная больница из центра города переехала в Дагамыс, теперь располагается в прекрасном месте, 11 суперсовременных корпусов, все соответствует всем нормам и правилам. Расскажите, как изменилась жизнь больницы инфекционной с вот этого времени, со времени переезда, и что сегодня есть в распоряжении у врачей для того, чтобы бороться с такими инфекциями, в том числе сезонными? Ну, вы действительно правы. 1 июня 2012 года наша больница приехала в новые корпуса. Это благодаря программе подготовки к Олимпиаде, особенно здесь внимание большое уделила администрация края и администрация города Сочи. Мы все это всегда помним, мы всегда это говорим, это однозначно. Значит, что изменилось? Больница, конечно, стала современной, соответствует всем санитарно-эпидемическим требованиям, которые есть. И по мнению ряда специалистов, не только краснодарских, но и федерального значения, это чуть ли не единственная больница в стране, которая действительно соответствует всем санитарно-эпидемическим нормам. Что изменилось также оснащение больницы? Прекрасно оборудована клиника диагностической лаборатории, ну и великолепно оборудована клиника бактериологическая лаборатория, которая позволяет нам определять именно возбудители заболевания, бактерий, вирусов. Особо стоит отметить оснащение нашей реанимации. 9 аппаратов ИВЛ экспертного класса на 8 коек, то есть плюс 1 в запасе, 2 современных аппарата заместительной почечной терапии для проведения гемодиализа пациентам от 25 кг. Позволяют нам оказывать помощь при таких тяжелейших инфекционных заболеваниях, как ГЛПС, геморрагическая лихорадка с почечным псевдомом, липтоспироз, которые имеют место быть в Сочи. Мы являемся природным очагом по этим заболеваниям. И поэтому сейчас вся основная помощь тяжелым пациентам оказывается у нас в реанимации. Но многие, кто не знает, как устроена инфекционная больница, задумываются, зачем нужно 11 корпусов? Так много. Ну, потому что инфекций много. Каждый корпус имеет свою специализацию. Есть корпус лечения вирусных гепатитов, корпус лечения вирусных респираторных инфекций, корпус лечения острой кишечной инфекции. Есть диагностический корпус, есть корпус для боксированного диагностического отделения, где лежат самые тяжелые пациенты, либо требующие особого наблюдения. У нас единственное в крае, ну, на данный момент уже не единственное в крае, уже полгода я открылась отделение для лечения ВИЧ-инфекции в Краснодаре, но до вот 2016 года у нас было единственное в крае отделение для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. К нам ехали со всего края пациенты. Поэтому необходимо 11 корпусов для качественного оказания, прежде всего, медицинской помощи. А сколько одновременно сегодня инфекционная больница может принять пациентов на лечение? У нас 300 коек развернуты, из них 150 детских, 150 взрослых. Из этих 300 коек, 290 коек стационарных и 10 дневного стационара. Но в период подъема заболеваемости мы можем принимать до 500 больных. Например, зимой в подъем заболеваемости ОРВИ и пневмониями мы принимали до 412 больных. Соответственно, издается приказ главного врача, разворачиваются дополнительные койки. И мы принимаем тех, кого необходимо оказать медицинскую помощь. То есть больница может принять всех, если будет такая необходимость? Если будет необходимость, да, есть возможность. У нас отработаны механизмы на случай именно массового поступления больных из очагов инфекции. Не только много, но и много за короткий промежуток времени. Я уже говорила, что инфекционная больница переехала из центра города. Как вам кажется, новое месторасположение ее, насколько оно удобно? Все-таки раньше была в центре, а сейчас нужно ехать в Дагамыс. Этот вопрос несколько неоднозначный. Потому что, во-первых, по санитарным нормам и правилам, инфекционные больницы должны располагаться на удалении от жилой застройки. Это во-первых. Во-вторых, сейчас она, конечно, располагается в просто очень красивом месте. В лесу, на берегу реньки. Там поют птицы. Как отмечают многие больные и гости нашей больницы, это мы просто находимся в Швейцарии. Действительно, место великолепное. Имеет проблема отдаленность. Только от Дагамыса, от центра Дагамыса, там около пяти километров. Ходит автобус, общественный транспорт, организована стоянка рядом с входом в больницу. Это имеет сложность и несколько, конечно, понижает у нас комплайнс пациентов. Особенно пациентов, кто находится у нас на дневном стационаре. Не для всех это удобно. Если бы увеличилось, был четко организован транспорт прямо с автовокзала города, прямо до нашей больницы, и он работал регулярно, это было бы удобно как для пациентов, так и для сотрудников нашей больницы. Они же добираются ежедневно на работу и с работы на протяжении многих лет. Кстати, о сотрудниках. Что в инфекционной больнице номер два с кадровым обеспечением? Хватает ли врачей, особенно в пиковой нагрузке, когда очень много пациентов, хватает ли персонала для того, чтобы обеспечить всех пациентов? Смотрите, ситуация заключается в том, что в момент переезда в больницу часть кадров не стали переезжать в новое место в связи с отдаленностью и так далее. Но здесь нам на помощь пришла программа «Сельский доктор». И так как наша больница располагается в селе, мы являемся сельской больницей. Соответственно, мы очень сильно укомплектовались молодыми специалистами-врачами. У нас 36 докторов, специалистов, которые получили миллион и работают по этой программе с 2012 года. Из этих 36 человек 4 еще и медсестры с высшим сердцемским образованием. Значит, поэтому докторами у нас укомплектовано таким образом, что у нас есть и опытные, и средневозрастные, и молодые специалисты. А как они повышают свою квалификацию? Я, насколько знаю, и на базе вашего учреждения, и вообще в городе проходят разного рода конференции, научно-практические симпозиумы различные. Участвуют ли врачи из инфекционной больницы номер 2 в таких мероприятиях? Повышают ли таким образом свою квалификацию? Да. Вы должны понять, что есть моменты обязательного образования. Это 5-месячные, каждые 5 лет курсы. Но сейчас система переходит на систему аккредитации. Мы осваиваем, изучаем эту новую систему, будем тоже переходить на нее. Это система непрерывного образования. Также в больнице организована система постоянных врачебных конференций, где мы разбираем какие-то сложные вопросы, какие-то интересные клинические случаи. Мы участвуем в общегородских конференциях. Ну и так, буквально на прошлой неделе в Сочи прошли так называемые французские дни здравоохранения на юге России. В Сочи на научно-практическую конференцию съехались более 250 специалистов. Это представители французской делегации и краевого Минздрава. И вот как цели и задачи мероприятия обозначили обе стороны. Французские специалисты будут делиться своим опытом с своими русскими коллегами. Во Франции существует очень хорошая система охраны здоровья. И мы очень рады, что здесь в Сочи есть люди, которые хотят немножко узнать об этой системе. Врачам Краснодарского края есть поделиться. У нас есть передовые клиники, которые оказывают операции высокого уровня. У нас есть и возможности пересадки органов. У нас уже и в крае проведены операции по пересадке сердца, почек. Те специалисты, которые это проводят, они тоже здесь, они поделятся своим опытом. На нашей базе, как вы знаете, постоянно проходят либо учения, либо конференции. И особенно они посвящены часто работе в условиях СПЭР. Это работа в условиях особо опасной инфекции. Да, вот об учениях хотелось бы поподробнее. Они проходят уже традиционно. Да, это уже традиционные учения. Потому что у нас организован госпиталь. Он был организован к Олимпиаде именно по готовности к принятию пациентов с особо опасной инфекцией. Или болезнь со звездочкой, как сейчас говорят. Какие легенды уже удалось опробовать? Нет, проходит каждый раз новая легенда. То это пациент с подозрением на геморрагическую лихорадку. То это пациент с холерой. То это пациент с непонятным респираторным синдромом. То есть мы разрабатываем разные моменты. Каждый раз легенда меняется. Но основное это отработка взаимодействия всех служб. Отработка взаимодействия, как правило, отеля. Где происходит ситуация с приезжим пациентом. Взаимодействие службы скорой помощи. Службы Роспотребнадзора. И нашего инфекционного госпиталя. Мы являемся в этой ситуации конечным уже этапом. Этой всей цепочки. Этапом, куда пациент поступает уже на лечение. Где мы оказываем ему помощь. Одно из последних учений было по вирусу ЗИКа. Насколько я помню. Тоже очень актуально на сегодняшний день. Проходила конференция, в том числе с участием академика Малеева, нашего корифея, нашего гуру, можно так сказать. Да, разбирались. Мы не встречаемся пока, слава богу, с этой болезнью. Но теоретически мы разобрали вопросы. Он рассказал из своего опыта, так как он больше знаком с литературой и с пациентами, заграничными в основном, с этой болезнью. Для нас все-таки пока представляют опасность. Опасность в нашем городе все-таки это другие пока что заболевания. В летний и осенний период это острокишечные инфекции. Летом, зимой это грипп и вирусные инфекции. Ну и наши природно-очаговые инфекции это ГЛПС, лептоспироз и набирающие обороты боррелиоз, клещевой боррелиоз. Вот пока это вот наши инфекции, с болезнью ЗИКа мы, слава богу, не сталкиваемся. И надеюсь, что те интенсивные меры, которые проводятся по борьбе с комарами, с переносчиками этого заболевания, приведут к тому, что не будет переносчика, соответственно, не будет и болезни. Мы с ней не встретимся. Будем на это надеяться. Ну да, будем надеяться. И в завершение нашей беседы хотелось бы подвести некий итог, для того, чтобы Вы дали совет нашим телезрителям, как не стать пациентом инфекционной больницы. Что нужно делать, как уберечь себя, своих близких, детей от разного рода инфекций сезонных. Все очень просто на самом деле. Нужно вспомнить то, чему нас учила мама, когда мы были маленькие, чему нас учили воспитатели в детском саду и учителя в школе. Самые простые гигиенические приемы – это мытье рук перед едой, о чем многие забывают. Это гигиена питания, покупка качественных продуктов питания, правильное их хранение, правильное их приготовление и использование. То есть не надо есть просроченные салаты, позавчерашние оставшиеся и так далее. Есть сладков с уличных, особенно на пляже, когда продают еду. В зимний-осенний период основным методом профилактики тяжелых заболеваний является вакцинация. Только вакцинация является основным методом профилактики гриппа. Все остальные методы, как-то ношение масок, избегание общественных мест, являются вспомогательными. Скоро, сейчас лето кажется, но скоро уже начнется зима и начнется осенью у нас вакциональный период. Мы будем, поликлиники нашего города будут проводить кампанию вакцинации против гриппа. Я еще раз хочу подчеркнуть, что в этом году был очень серьезный сезонный подъем заболеваемости урвы, гриппом и пневмониями. Призываю всех еще раз поставить прививку от гриппа. Я и моя семья это всегда делаем в полном составе. Ну да, потому что те, кто поставил прививку, они либо не болели, либо перенесли болезнь без осложнений. Нет, ну тут надо понимать, что нам дает прививка. Может ли заболеть человек, привитой человек? Может. Вероятность намного ниже, чем у непривитого. Абсолютно верно. Ну я, проконтактировав с несколькими десятками пациентов с H1N1, не заболел, будучи привитым. И никто не заболел из наших сотрудников. Это очень важно отметить. Но может заболеть. Человек привитой может заболеть. Может ли он заболеть в тяжелой форме? Может заболеть в тяжелой форме. Но, опять же, с вероятностью тысячекратно меньше, чем непривитой человек. Но прививка, есть такое выражение, что привитой человек не умрет. То есть прививка – это как раз защита от того, что мы не заболеем в той тяжелой форме, которая может привести к летальному сходу. Вот для чего мы прививаемся. Отлично. Сергей Игоревич, спасибо большое, что пришли. И мне кажется, состоялся очень актуальный сегодня в преддверии жаркого-жаркого лета разговор. Спасибо вам большое. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был заместитель главного врача по клинике экспертной работе инфекционной больницы номер 2 Сергей Замятин. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...